Когда-то все писали дуров, верни стену, сейчас все будут писать Буянов, верни торговцев и барахолку. Привет, ребята. 26 апреля Никита Буянов опубликовал вот такой интересный. Если этот пост наберет 30 тысяч лайков, я убираю торговцев на 5 дней. Если этот пост наберет 45 тысяч лайков, мы убираем барахолку. 27 апреля, 12 часов дня, лыжник и егерь уже уехали в отпуск, а барахолка у некоторых игроков уже стала недоступна. Давайте разберем те моменты, которые, возможно, вам помогут во время этого ивента. Если барахолка или торговца у вас все еще доступна, отправляйтесь покупать патроны. Я затарился патронами на АШУ, БПшками, на ЭМку, АПшками. По максимуму затарился, чем только можно. Надеюсь, мне этого хватит на неделю. Повторюсь, бегите, бегите покупать, если есть еще возможность. Медикаменты купите по минимуму. Купите пару аптек Гризли, потому что их можно будет засунуть в подсумок и спокойно с ним бегать. Плюс медицину не будет какого-то труда найти в рейде. Также с седой водой купите по минимуму, забейте холодильник, чтобы была. Потому что не думаю, что у продовольствия будет какая-то трудность найти в рейде. Шлемы, с ними проблема. Затаривать или нет, это же вам решать. Я затарил пару кейсов, потому что каски не всегда сейвят. Да, есть теория, когда ребята говорят, шлем сейвит меня в одном из 20 рейдов. Так какой смысл, я покупаю шлем за 50 тысяч и выше. Наушники. Затарьтесь, ребята, наушниками по максимуму. Потому что лично для меня это самый главный предмет, который есть в Таркове. Потому что звук для меня это как будто читы. Я знаю карту, я знаю локацию, я понимаю, где мой оппонент, куда мне идти, как мне действовать. Без звука, конечно, с этим будут проблемы. Далее мы сталкиваемся с проблемой, тем, что у нас забит схрон этими наушниками. Что делаем? Смотрите, придумал такую интересную штуку. Мы у него в рейд, берем две пары наушников, обе пары страхуем. И при высадке одну пару наушников мы выкидываем. И получается, мы экономим место в схроне. Так как наушники вернутся к нам, минимум одна штука. И они будут храниться не в нашем схроне, а в схроне страховки. Насчет оружия. Сделайте как можно максимум сборок. Именно сборок оружия, с которым вы будете бегать. Мутанты, аша, ппшки, что угодно. И чтобы оружие занимало меньше места, мы высовываем с вами магазин и рукоятку. Оружие начинает занимать только горизонтальные слоты. Поэтому это будет куда практичнее использовать в схроне, чем вот та же аша, которая занимает очень много места. Так что вроде разобрали самый основной момент. Купите также разгрузки, маленькие разгрузки, которые можно будет страховать в случае чего-то скидывать. Потому что не очень комфортно, когда вы будете с оружием, с рюкзаком. А перезаряжаться у вас не будет возможности, так как ваш магазин лежит в рюкзаке. Насчет торговцев. В одном из подкастов Никита говорил, что в будущем, во время релиза, некоторые торговцы будут уезжать в отпуск. Поэтому я думаю, что нам не стоит удивляться. Говорить, что Никита сделал с игрой. Да все нормально с ней, ребят. Разнообразие самое то. Неужели вам не надоело после вайпа 5 месяцев заниматься одним и тем же? Классный ивент, классный ивент дефицита. Наступает вот эта система выживания, когда мы просто вынуждены быть с голой задницей и непонятно с чем ходить в рейд. Меня не беспокоит момент, когда вернут торговцев. Меня беспокоит другой момент. Если все закроют, я буду ходить в успешные рейды. Где мне мать его все это складывать и для чего? Это самый непонятный вопрос, который есть. Но будем смотреть. Предвайповый ивент или нет? На самом деле непонятно. Никто вам не ответит на этот вопрос. Да, есть статистика, что вайп у нас каждые 6 месяцев. Но на мае уже что-то занонит. Что это будет? Расширение маяка, улица Таркова или вайп? Непонятно. Посмотрим, к чему это приведет. Пишите, ребят, в комментарии, что по поводу этого ивента вы думаете. А я погнал подрубать стримчанский. Бум сидеть. И думать, что собственно делать. Как говорится, лут есть, а куда собственно складывать. Спасибо, чат, за просмотр. Пиши в комментарии, что думаешь об этом ивенте. Я думаю, ивент клевый. И запомните главную вещь. Игра делается для того, чтобы вы получали удовольствие. Получайте удовольствие. Веселитесь. Просто кайфуйте, ребят. Забудьте об этом негативе. Оставьте вот где-то вот там. Далеко-далеко есть негатив. А в Таркове получите только позитив. И несите позитив другим игрокам и окружающим. Пока.